Всем привет! Вещают! Могилевские хроники. Сегодняшний наш видеоматериал будет посвящен оборонительным сооружениям города Могилева. Человеческое понимание о надобности защитных сооружений приходит уже в конце Железного века. У восточных славян первое значительное укрепленное городище появляется к 8 веку нашей эры. Практически все города на белорусских землях имели оборонительные конструкции, где-то более простые, а где-то со временем формировалось несколько прочных линий. Могилев в этом отношении не стал каким-либо исключением. Могилевский замок стал первой линией укреплений города. Впервые о Могилевском замке упоминается в Баркалабусской летописи, а также хронике сурты Трубницкого. В документах говорится, что лета 1526 года большой замок зарублен и принято много горы-могилы, на которых теперь замок Могилев стоит. На основании сведений из хроник, а также полученных результатов после археологических раскопок, Могилевский замок был построен не на месте бывшего городища, а на древнем грунтовом могильнике 12-13 веков, от которого и пошло название замка, а затем и города. Могилевский замок располагался на мысу, где Дубровенко впадает в Днепр. Под строительство замка площадь древнего кладбища была выровнена, нивелировочным метровым слоем глины. По краю площадки насыпан мощный вал из крупнозернистого песка и плотной ярко-крастой глины. Ширина вала в основании составляла 16 метров, а высота была не менее 5. Для прочности глинистую поверхность вала обожгли кирпичнообразной плотности, а также возвели на гребни вала деревянные стены и башни. В итоге с учетом рва и высоких склонов горы около 20-25 метров, на крестьян Волости и Мещан Могилева были возложены обязанности по защите строительства и ремонту замковых укреплений. Взамен во время опасности Мещане и Волостные крестьяне получали в Могилевском замке убежище и место под хранение имущества. 20 февраля 1561 года великий гнязь литовский Сигизмунд Август уставной грамотой даровал Могилеву Магдебургское право. После получения права на городское самоуправление в городе началось возведение городских укреплений. Вместе со строительством городского вала, стены, башен был построен и Могилевский замок. Однако построенным городским укреплением и самому замку простоять удалось недолго, так как в конце Ливонской войны в 1580 году войско-московского князя сожгли город. Спустя 15 лет, 13 декабря 1595 года, Могилев вновь был сожжен, на этот раз казаками под руководством Северина Наливайка. После всех этих разорений Могилевский замок и город оправлялись крайне долго. Было решено дополнительно усилить город двумя новыми линиями укреплений из валов, рвов, ворот и бастионов, которые построили к 1618 году. Однако завершить до конца работы по возведению укреплений так и не смогли. Лишь в 30-м годам 17-го столетия в городе сформировались мощные линии обороны, просуществовавшие вплоть до конца 18-го столетия. В первую линию обороны входил Могилевский замок с протяженностью укреплений длиной около 615 метров. Вторая линия укреплений четырьмя воротами окружала город и ее общая протяженность составляла 1472 метра. В третью линию обороны входил полевой, дальний, круговой и другие валы. В разное время протяженность и количество брам менялась. Из самого раннего инвентаря, составленного королевскими ревизорами Корсаком и Гизом, в 1604 году известно, что Могилевский замок от города отделял оборонительный ров, шедший от Дубровенки к Днепру. Замок имел ворота, которые назывались горная брама. Ворота были большие из двух полотнич и имели сложную запорную систему с небольшой калиткой. Горной браме через ров вел мост на сваях, у которого последнее звено было подъемным. Горная брама представляла из себя прямоугольное в плане пятиярусное здание. Стены брамы с внешней стороны до третьего яруса были срублены толще в три бревна, а со стороны замка в одно бревно. Выше третьего яруса до самой крыши толщина стен составляла два бревна. Четырехскатная кровля крыши была накрыта драницами. В горной браме располагалась тюрьма. По периметру оборонительного вала Могилевского замка дополнительно стояло шесть башен высотой от трех до пятиярусов. Они соединялись стенами, которые имели одинаковую толщину. Внешне два-три бревна, внутренне в одно бревно. А со стороны Днепра находилась пятиярусная башня с вратами под названием Брама Дольная, а рядом был тайный подземный ход к реке. На одной из башен висел бронзовый колокол, который использовался при тревоге. Стены Могилевского замка имели вид традиционных, очень высоких городней, деревянно-земляных конструкций, состоявших из сруба, наполненного грунтом. Городни были высотой в три яруса и завершались боевой галереей толщиной в два бревна и двухскатной крыши. Для отражения так противников там хранились камни, бревна и колья. Снаружи весь замок был хорошо обмазан глиной. После пожара в 1633 году Могилевский замок в очередной раз горел и его пришлось восстанавливать. Однако к 1654 году, когда началась 13-летняя война Москвы с Речью Посполитой, замок хоть и был восстановлен, но его состояние было весьма плачевным. К 1660 годам замку придали вид бастионного сооружения, а со стороны Днепра дополнительно усилили боливерками. Это каменное сооружение, предназначенное для защиты. Могилевский замок снова горел. Спустя четыре года, в 1664 году, все деревянные постройки вновь были уничтожены огнем и в очередной раз он был восстановлен. И в 1708 году опять сожжен по приказу Петра I во время Северной войны. Слово же «брама» имеет польское происхождение и означает «врата». На случай осады на всех дорогах, входивший в состав этих укреплений, возводились оборонительные валы и строились врата, которые составляли часть этой конструкции. Первую линию укреплений города, не считая замка, составлял ближний вал с четырьмя вратами. Ее общая протяженность составляет 1472 метра. Систему укрепления поясывала один из первых сформировавшихся городских посадов – Нагорский. В современных границах Нагорский посад занимал всю площадь Славы, парка имени Горького и далее в северо-восточном направлении часть улицы Ленинской, часть улицы Первомайской до пересечения ей имя улицы Комсомольской, а также входил архиерейский вал. Старый город являлся престижной частью города, где располагались важные постройки – ратуша, дом войта, усадьба купечества, магистранского и цеховых верхов. Старый город формировался на протяжении двух столетий и окончательно обрел свой облик к 18 столетию. Одной из первых городских брам, которая была построена у этих линий укреплений, стала Олейная Брама. Брама, выполнена из каменной кладки, свое название получила по прилегающей дороге, у которой она размещалась, а сама дорога вела прямо на торговую площадь. Врата начали возводить в первой половине 17 столетия, а в 1646 году они были полностью достроены. Сама конструкция представляла собой четырехугольную форму, имеющую три уровня. По углам распорожились контрфорсы. Первый уровень прорезали высокие проездные арки. На втором ярусе находилась часовня и небольшие окна в виде бойниц. Третий ярус был полностью боевым. Там были бойницы. Тут могли располагаться орудия. Проход через врата вымощен камнем. На обеих сторонах ворот размещалась фреска образов Пресвятой Богородицы. В ночное время врата запирались на замок. Круглые сутки они охранялись двумя вооруженными часовыми. В нижнем ярусе аллейной брамы сбоку находилось помещение для тайного арсенала. В 1707 году во время Северной войны здесь были спрятаны порох, ядра, пули, олова и свинец. Вход в тайник так умело замуровали, что его невозможно было заметить. Однако беглый русский пушкар Панарский, служивший в Могилеве, выдал тайну русскому генералу Репнину. Припасы забрали, а ядра утопили в Днепре. В 1708 году из-за неосторожного пользования огнем в аллейной браме произошел большой взрыв. Были повреждены своды и угол здания со стороны Днепра. Взорвался порох, рассыпанный при разграблении тайника арсенала. Башня сильно пострадала во время пожара, случившегося в городе в этом же году. Аллейная брама находилась на спуске от городского рынка к берегу Днепра, поэтому дождевые и снеговые воды, стекавшие с рыночной площади, постоянно подмывали и разрушали стены и вал. В документах за 1679-1692 годы зафиксированы неоднократные ремонты брамы и смежных с ней участков земляного вала. Так бруковали подолейную браму в 1679, 83, 86 и 92 годах. Для заплетнения уезду магистрат неоднократно закупал колье и хворост, а в июле 1686 года подолейную браму Уров, которая у воды гвалтованных дождей вырвала, купили хворосту 18 возов. Его настилали и насыпали землей шесть грабарей. А в 1690 году, когда возле брамы обрушилась одно из звеньев вала, наняли двух рабочих, закидать бервеньем новым. В документах сообщается, что башня имела крышу из гонда и традиционного ветренника. Аллейная брама просуществовала до 19 столетия, когда ее окончательно разобрали. Следующие врата разделяли старый город от нового. Именно у них заканчивается граница Нагорского посада, а за ними уже развивался совершенно новый Шкловский посад. Ветренная брама. Она размещалась в северной части линии укреплений, открывая прибывающим в город дорогу на центральную Великогняжескую улицу. Недалеко от башни находилась первая деревянная ратуша города. Ветренная – одно из названий, которое носила современная улица Ленинская. В документах за 1577 год отмечалось, что у брамы местной дежурили круглосуточно сторожа, а сама она находилась у Бакшты Паркановой, которая стоит у Кощавого колодезя, куда дорога лежит до села Борочицкого. Эта брама, вероятно, была вначале единственным каменным сооружением на линии укреплений. Думается, не случайно, на первом гербе города и на первой городской печати была изображена вежамурованная, высоко выведенная, а название княжеская или великокняжеская брама в 17 веке изменилось. Она стала называться ветреной. Предполагается, что название брама получило от стоявшего недалеко ветряка. Утверждается о том, что ветреная брама была построена в 17 веке и возведена из дерева, что не совсем соответствует действительности. В 1698 году она была каменная, о чем свидетельствует один из документов, где были названы стройматериалы. Вапна, цегла и другие. На крыше были флюгеры. В 1679 году брама была покрыта жестью, но уже сильно обветшала. Во время начавшегося ремонта Авраам Каковаль ободрал старое покрытие и использовал новые кровельные материалы Дор и Ггонту. В 1682 году башню украсил новый флюгер. Его золочение и рисование выполнил местный мастер Афанас Пигаревич. Перед брамой были оборонительный ров и мост. Ветреная брама просуществовала в течение 17 века, пережив пожар 1708 года. Она упоминается в документах 1711 года, когда здесь проводили ремонт моста, а в 1745 году она еще выполняла роль парадной триумфальной брамы во время встречи нового епископа белорусского. На одной линии Светриной, чуть западнее на улице Шкловской, ныне Первомайская, находилась еще одна брама. Вначале она была выполнена из дерева и некоторое время считалась главными вратами города. В 1656 году вместо нее начали возводить новую мурованную браму, которую докончили и накрыли в 1660 году. Оштукатуренная и побеленная известью, она величественно возвышалась над высоким берегом Добровенки, сверкая жестяным куполом. Над красивой крышей парил трехъярусный флюгер в виде жестяной позолоченной летящей погони, герба государства, флажка и позолоченной звезды, которая венчала пик башни. Над проемами у ворот был установлен образ Пресвятой Богородицы, Старосветских часов, Малеваны и блиставший золоченым окладом. Доступ к башне осуществлялся по подъемному мосту, который закрывал двустворчатый воротный проем с пешеходными калитками. Межэтажные перекрытия башни, за исключением первого сводчатого, были сделаны по балкам. Над проездом на втором этаже в мирное время находились тачки и инструменты, необходимые для ремонтно-строительных гробот. Выше располагалось еще два этажа. Рядом с Триумфальной Брамой находился потайник, выводивший за пределы старого города вниз к речке Дубровенке. Здесь же стояла мурованная Кардегарда. В башне круглосуточно дежурили два сторожа, вооруженные мушкетами. Прилегающий к ней вал внизу был забран каменной стенкой, которая сдерживала оползновение насыпи. Название этих вездных ворот несколько раз менялось. Вначале их называли Шкловскими, после 1660 года – Триумфальными. После возведения на полевом или же дальнем валу еще одной Шкловской деревянной брамы, для их различия название Королевская брама стали использовать для каменной брамы старого города, а Шкловская полевая – для деревянной на посаде. Башню регулярно ремонтировали, снаружи и внутри, вплоть до 1808 года. Затем ее разобрали. Последняя – Дубровинская или же еще Малая брама – завершала эту линию укреплений. Дубровинская или же Малая брама находилась в западной части линии обороны старого города. Возвышаясь на долины Дубровенки, это было двухъярусное каменное сооружение, которому от реки можно было подняться по деревянной лестнице. Расположение ее было не очень удачным с точки зрения топографии. Подъем был очень крут и неудобен. Кроме того, возле брамы часто после дождю гвалтового появлялись большие промоины, которые приходилось заделывать хоростом, паклей, досками и землей. От разрушения не спасал даже специальный водосток, который неоднократно разрушался. Нижний ярус брамы занимали дверные проемы и проход. На втором этаже, где было скорее всего деревянное покрытие, еще в 1689 году стояла Гармата Великая. Внизу перед башней в 1692 году была выкопана стубня с деревянным срубом. Воды здесь было очень много. Малая брама соединялась с замком каменной стеной и амбразурами. Вероятно, через оборонительный ров шла кирпичная арка, на которой эта стена стояла. Дубровенская башня с вратами была разобрана в начале 19 столетия. По мере развития города увеличилась и линия укреплений. Шкловский посад, который брал начало от рва ближнего вала и продолжался до современной улицы Лепешинского, возникла и Шкловский посад во второй половине 16 века и активно расширяется весь 17 век. Вся площадь посада стала ядром нового города, где проходило продолжение Нагорской сотни. Вокруг посада проходила вторая линия укреплений города, так называемого полевого вала. Отличием от двух других укреплений служит отсутствие полной замкнутости. Посад находился между двумя глубокими ярами – реки Дубровенки и реки Дебря. Город рос и вширь, заселялась пойма Дубровенки и ее приток Острушня. Один из посадов получил название Задубровенский. Он включал в себя четыре сотни – Папинскую, Доброславскую, Трисницкую и Касковскую. Наиболее ранние археологические находки датированы здесь второй половиной 16-го столетия. Посад локализован на правобережной Дубровенке от современного переулка Горный. Второй промышленный район Могилева. Здесь жили специалисты разных профессий – бондари, резники и другие. Третий развивающийся посад получил название Виленский. Также входил в список новых посадов города. Находился он на правом берегу Дубровенки и одна из его границ примыкала к ручью Струшни. Ныне этот район называют Фестивальный. Восточная линия укреплений Шкловского посада была сформирована еще и рельефом местности. Здесь стояло 8 брам – Курдневская, Левдеевская, Шкловская, Дальняя, Виленская, Уструшнинская, Трисненская, Быховская и Папинская. Все они были деревянные, вероятнее всего двухъярусные. Описание их довольно отрывочное, что не позволяет выяснить конструктивные и другие особенности традиционных для Беларуси сооружений. Почти вся линия укреплений полевого вала была возведена в период с 1609 по 1633 годы. Некоторые брамы были построены на полевом валу во второй половине 17 столетия. Так, Шкловская была сооружена в 1682 году. Ее украшал флюгер, изготовленный и посеребренный известным художником Афанасом Пигаревичем. Проезд башни имел деревянный настил на штандарах. Здесь размещалась и издепка для сторожей. Как и положено, над входом была икона. Ворота закрывались на завал, сторожа были вооружены цепами. Восстановить хронологию возведения остальных башен с вортами полевого вала не представляется возможным. Об оружии, которое находилось, также сохранились скупые сведения. В конце 17-го столетия были в основном тяжелые мушкеты. Конструктивно полевой вал практически не отличался от вала старого города, разве что здесь отсутствовала каменная подпорная стена. Современники отмечают, что это была громадная, наваленная наподобие стены насы, благодаря которой город считался сильной крепостью. Кроме названных восьми проезжих ворот полевого вала на линии его укреплений, находилось еще одно оборонительное сооружение, которое известное в документах, как водяной млын. Располагался он между Шкловским и Виленскими брамами на плотине речки Дубровенко. Здесь, на границе Шкловского и Виленского предместий, был огромный пруд. Плотине мельницы с двух сторон отходили куртины оборонительного вала. Как и в башнях полевого вала, здесь находилось два сторожа, которые регулировали движение через плотину и охраняли башнеобразный млын. Были укрепления и вокруг Покровского, Никольского и Луполовского посадов. Покровский посад расположен на правобережном Днепре, восточнее Старого города. В свой состав он включал шесть сотен. К 17 веку посад занимал следующую территорию от улицы Малая и Большая Гражданская, улицы Подгорная, Ломоносова и улицы Воли, а также площадь современного горводоканала. Мощность культурного слоя здесь составляет до двух метров и археологические находки, которые находят здесь, нисколько не уступают находкам, сделанным в Старом городе. К слову, часть Покровского посада, квартала которой ближе к Днепру, было заселено еврейским населением. Здесь также существовала еврейская синагога. В топонимике города на этой территории закреплялось название Школище. К 1682 году Покровский посад был обнесен земляным валом. Он шел по правому низкому берегу Днепра, над естественным рвом, упиравшимся одним концом в речку Дебрю недалеко от впадения ее в Днепр, а другим в Днепр, вблизи Бернардирского монастыря. Далее вал тянулся по правому берегу Дебри вверх, смыкаясь с укреплениями полевого вала. В западной части он соединялся с укреплениями Старого города. В 1682 году в документах впервые встречается упоминание о Вале Дольном. Когда здесь начали строительные работы, магистрат начал закупать бревна, брусья, гвозди, железо, жесть и дор для других брам дальнего вала. Башен с вратами было три. Мошковская, выводившая из старого города в еврейские кварталы на правом берегу Днепра, так называемый городок Мошковый. Выгонская, которая открывала путь к мосту через Днепр на Луполовское левобережье. И брама Дебря, размещавшейся напротив улицы Миколской. Она открывала дорогу на левый берег речки Дебри, где также появлялись новые кварталы города. Мошковая брама была деревянной, имела скорее всего три или четыре яруса. Она завершалась красивым флюгером, из-за вырисования по золочению которому художнику Пигаревичу было заплачено семь злотых. Выгонская брама, вероятнее, была средних размеров. Скорее выглядело ее завершение, так как заробение ветряка и пособление заплатили Пигаревичу две с половиной золотых. И в других башней здесь была издепка для сторожей и традиционная врата системы сложных запорных устройств. На подступах башни были сооружены дополнительные преграды, так называемые кобылины, из брусьев и бревен. Гораздо меньше сведений сохранилось об раме Дебря, но судя по всему она была схожа с Выгонской. Около устья Дубровенки возвели Иллининскую башню, которая получила свое название отстоявшей здесь Иллинской церкви. Указание документа о ее строительстве у валу Дольнем позволяло судить, что к тому времени полевой вал достиг Днепра и был насыпан по его берегу к устью Дубровенки. Необходимость возвести здесь врата диктовалась не только вопросами безопасности, но и наличием брода с левого берега Днепра, где находился Троицкий посад. Иллининскую браму с 27 октября по 4 декабря 1686 года строили шесть дойледов. Было это квадратное в плане сооружение с основанием 5,84 на 5,84 метра. На железный штырь весом 26 фунтов были прикреплены вырезанные из двух аркушей жестик государственный герб погоня и жестяной флажок ветряка. Герб серебрили, а флажок позолотили. Пигаревич за вырезание погони на ветренник, посребрение и золочение получил 5 злотых. Еще 8 злотых за малевание двух образов заплатили савцы-моляру. Врата брамы были окованы железом, крыша была покрыта гонтом. В документах зафиксирован еще один этап военно-фортификационных работ в Могилеве, которые начались в 1703 году. Решение магистрата был сделан вал с внутренним деревянным каркасом, который шел от горы Гвоздовки по берегу Дебри до самого Днепра и далее были вбиты дубовые сваи до середины реки. Подобное сооружение появилось в районе Папинской брамы. Наверху вала были поставлены традиционные избитцы. Эти укрепления просуществовали до 1708 года, когда войска Петра I двигались на Украину, вал деревянный и башты были все разобраны на мосты. Начиная с 1682 года, в документах упоминается название «не полевой, а круговой вал», так как внешний пояс укреплений к этому времени представлял собой замкнутое кольцо. За Днепром тоже протекала бурная жизнь. Первые следы жизнедеятельности, зафиксированные здесь археологами, датированы 15 веком. Однако весь массовый материал здесь находит свое отражение лишь с 16 по 18 века. Вероятнее всего, с 16 столетия берет свое начало за Днепровский посад, включавший в себя две сотни – Лополовскую и Троицкую. Этот посад был одним из крупнейших в городе. На территории Троицкой сотни при изучении была обнаружена бытовая постройка. Ее возможное предназначение – это хранение готовой гончарной продукции. Современное местоположение посада – это левобережный Днепр, улица Пушкинская до пересечения ее с улицы Островска, а также улица Гагарина и улица Большая Чауская, улица Чехова и улица Щегринова. Картина городской фортификации Могилева будет неполной без описания линии укреплений Лополовского предместия, которая располагалась на левом берегу Днепра. Этот район традиционно заселяли кожевники. Получил собственную линию обороны в начале 90-х годов 17-го столетия. В 1692 году в магистратской книге была сделана запись. Ездили по новой магистратской на Лополова для обочения валов, где мели становить брамы. В 1699 году эти брамы уже стояли. Их количество неизвестно, но судя по всему, их было столько, сколько было въездов на Лополова, то есть не менее пяти. Известны башни Чауская, Пропойская, Черниговская. Были возможны Мстиславская, Оршанская. Описание Лополовских брам не сохранилось, но вероятнее они были аналогичным другим башням кругового вала. С течением времени Лополовская линия укреплений оказалась недостаточна для растущего района города. Рядом выросло еще одно новое поселение – Слободка-Луполовская. В 1745 году она имела собственное воинское формирование – Сотню. В 18 веке здесь были бастионные укрепления и оборонительный ров. Городской вал в Могилеве восстанавливали по мере необходимости. Это была чрезвычайно трудоемкая работа. Магистрат мобилизовывал прежде всего слуг местных – сотников, десятников, посполитых, которые обычно избирались в магистрат мещанами и выполняли функции контрольно-совещательного органа. При направе валов города они распоряжались деньгами, выделенным магистратом. Их компетенции входили в вопросы заготовки стройматериалов – бревен, досок, дорогонта, хвороста, дерна, кирпича, извести, песка, гравия и скоп, а также подготовки инструментов – рыдлей, заступов, тачек, кошек и других. В организации рабочей силы и специалистов военно-строительного дела – капачей, долидов, волмейстеров с помощниками-резчиками дерна и его отвощиками, так называемые фурманы. Для выполнения высокохудожественных заказов, написать образ на драму «Позолотить» или «Посредневетреник» приглашали лучших художников города. Основная тяжесть фортификационных работ ложилась на сотни, получившие предварительную картку, то есть извещение о сроках и характере объемах работ. Картки выписывались каждому десятнику, что конкретизировало и упорядочивало работу и позволяло избегать простоев, суеты. Регламентировало и дисциплинировало весь процесс. За ходом работ просматривали сотники, десятники. Магистрат, как правило, набирал дополнительно за определенную плату поданщиков, выполнявших самую разную работу. Они нарезали и укладывали дерн, а также затачивали колья. Таким образом, к середине 17 века система оборонительных укреплений города достигла своего максимума. Могилев имел многослойную систему укреплений, часть из которой сформировал удачный рельеф местности, а другую создали мастера военного дела. На этом наш выпуск подходит к своему логическому завершению. До новых встреч!